Мы продолжаем вечер на Думской в прямом эфире, говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есина, несмотря на то, что настроение сегодня у всех праздничное, мы все-таки вспоминаем о том, что в скором времени будем платить совершенно по-новому, по совершенно другим тарифам, при этом качество предоставляемых услуг иногда не то, что не удовлетворяет, но и смертельно опасно. Об этом мы поговорим с нашим коллегой, журналистом Алексеем Асауленко. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, насколько обосновано то, что сейчас происходит с нашими тарифами? Очередное подорожание. Как людям выживать или все-таки эти деньги можно было каким-то образом помочь людям и не поднимать так тарифы? Тут, собственно, надо разделить, наверное, на две части вопрос. Первый, насколько обосновано и можно было бы помочь? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что в преддверии зимы любое повышение очень опасно и люди настолько боятся любого повышения, что есть смысл об этом говорить, во всяком случае. По теплу. Основной вопрос, конечно, по теплу. Много вопросов сейчас задается. Мне задается, в коммунальные предприятия очень много людей хочет отказаться от тепла, чтобы за него не платить. К сожалению, такой процедуры пока не происходит. Ну, учитывая, что на теплу мало у кого стоят счетчики, по-любому за него придется платить. Ну, могу сказать, что за лето какой-то процент все-таки был установлен счетчиков. Люди понимают, что без этого вообще просто не пережить зиму, как это не печально звучит. И очень много-таки было установлено. Но все равно, даже со счетчиками, вы понимаете, что люди с пенсией в 1100-1200 гривен не в состоянии платить за тепло. Какая альтернатива у тех, кто отключится? Ну, на электричество. Но электричество тоже не дешевое. Ну, я вам хочу сказать, что сейчас люди находятся в таком состоянии, что они готовы мерзнуть и ходить одетыми в квартире. И, к сожалению, как это не ужасно звучит. Пенсионеры готовы это делать. Я не раз это слышал. Давайте удивляться мэру Киева, который сказал, что лучше стопить электричеством, потому что это будет дешевле. Сейчас это не будет дешевле, потому что нормы и тарифы, в общем-то, как говорится, одно на одно поменяем. Что платишь за электроэнергию, что платишь... Кстати, будет дороже. Обогрев нужно предусматривать электричеством в новое оборудование. Ну, математические расчеты, наверное, люди так глубоко не копали. Но на фоне того, сколько они платят за электричество и сколько они платили прошлой зимой в домах без счетчиков, они понимают, что они этой зимой просто не потянут. Есть пример, допустим, Херсонского городского совета, Киевского городского совета, который наложили в мораторий. Почему городской совет Одессы не идет по такому пути? Ну, я видел, что передо мной в эфире был депутат городского совета. Ну, который считает, что это глупо. Скорее всего, вопрос все-таки в ту сторону. Па вы, как считаете, с точки зрения вашей... Я считаю, что это было бы правильно, это было бы хорошо. И еще раз хочу повторить, что люди боятся зимы, которая уже, в общем-то, на носу. А что касается все еще не вымерших до конца, не ушедших с горизонта ЖЭКов или структур, которые сейчас перехватят у них эту эстафетную палочку, насколько они при новых тарифах улучшат качество обслуживания жилья граждан? Ну, ЖЭКи — это вообще отдельная история, в которой я очень хорошо, к сожалению, может, или к радости разбираюсь. Мы больше трех лет воюем с ними, поддерживаем людей, которые сталкиваются с их бездействием. И что вот, просто чтобы вы понимали, хотел бы вам задать вопрос. Вот как вы думаете, в городе у нас восемь ЖКСов? В каждой районной администрации по два. Вот как вы думаете, сколько один ЖКС собирает в месяц? Ну, я думаю, что очень немало. Немало. Порой десятков миллионов гривен. Они получают от миллиона до двух с половиной миллионов в месяц, собирают за СДПТ. Нельзя же все так хотят занять должность начальника ЖЭКа? Теперь я хочу объяснить, куда деваются эти деньги. Из-за того, что раздут штат сотрудников и платятся налоги официально, практически 80-90% этой суммы съедает зарплата. Вопрос, чем занимаются сотрудники? Вопрос, чем занимаются сотрудники, особенно в свете того, что любой сотрудник, пришедший по вызову, все равно берет дополнительные деньги. Безусловно. Его еще и не дозваться. Не дозваться. Зачастую, к сожалению, в состоянии алкогольного обеспечения. И он может противотушить. Сотрудники часто признаются, что они только с этого и живут, заплату не получают. Давайте разберемся. Если ЖКС, предположим, в Приморском районе, ЖКС Портофранковский, собирает 2 миллиона гривен. Как вы думаете, на 2 миллиона гривен можно сделать что-то в центре города? Ну, думается, что да. В месяц. В месяц. 24 миллиона гривен в год – это миллион долларов в год. Ну, чуть-чуть меньше уже, пару дней назад. Вы знаете, вот у меня как раз всплывает память и анекдот такой, когда экскурсия идет по зоопарку, и пустая клетка, и подходят к ней и говорят, а что это, кто тут? А тут говорят, а тут живет слон, который съедает тонну, а испражняет две. Говорит, а где он? А зачем на такой засранец нужен? Вот теперь вопрос. Зачем ЖКС, который собирает 2 миллиона, люди просто кормят сотрудников и бездельников? Ну, мы же уходим от ЖКСов, мы переходим на систему СМД. Да, уходим, но подождите, вы в июле продлили срок действия ЖКСов. Если они должны были перестать существовать, то сейчас они будут существовать дальше до полного перехода. Полный переход – это, знаете, понятие растяжимое. Все равно есть люди, которые не хотят, боятся, не уверены. Есть люди, которые не хотят, боятся, а нас интересует мнение одесситов, оно у нас есть. Как люди относятся, собственно, к повышению тарифов и как собираются выживать? Я прошу дать материал, где наша коллега Юлия Длаганюк пообщалась с горожанами. У меня просто дочка поможет немножко оплатить, я отдельно живу, а так, конечно, очень страшно. Субсидии не оформляете? Нет. Спасибо. Не доверяю. Ну, процентов 50, наверное. То есть половина уходит на квартал? Ну да, потому что в декрете очень тяжело. Только один работает, получается, в семье. Поэтому пока задумываемся о субсидии или о каком-то стороннем заработке. Мы, пенсионеры, не ожидаем повышения пенсии. А если будет повышение цен, то это скажется на нашем благосостоянии. Очень дорого, парни. Мне не хватает денег, у меня вот старые соседи, и реально не хватает денег. Надо с этим что-то делать. Бороться с этим, в кратчайшие сроки надо. Кошмарно, как оно может отразиться. Это геноцид собственного народа. Будем экономить, конечно. Меньше расходовать электроэнергии и газа. Регулировать счетчик. Сидеть в холоде. Да не хочется экономить ничего, а жить хочется. Уже жить оставшиеся годы пожить бы хоть нормально. А при такой ценах и очень тяжело. Работаю. А как те, которые не работают, пенсионеры, я не знаю, как они будут. Вот у меня соседка, она получает около тысячи пенсию. А ей надо больше будет заплатить. Как она? Она говорит, все в шоке. Я не знаю, что это будет. А мы не будем экономить. Я, например, в ЖЭК не плачу. Вот мы видим ситуацию, когда одесситы, первое, не доверяют субсидиям. То, что мы услышали, и второе, в ЖЭК я не буду платить. Давайте начнем с субсидий. Обосновано ли не доверяют? Обосновано, потому что, вы знаете, когда пожилой человек оформляет субсидию, все равно не хватает денег на жизнь. Находит дома, я не знаю, какую-то зажигалку серебряную, или какой-то крестик золотой или серебряный, и несет в ломбард, сдает, а информация передается в налоговую. И этому человеку сразу приходится возвращать все, что было благодаря субсидии сэкономлено. Прекрасная система. За какой период? За весь период. За месяц или вообще с момента оформления субсидий? Нет, с момента оформления субсидий вернуть все, что он не доплатил. Много таких случаев было? Ну, я несколько раз сталкиваю. Ну, знаете ли вы такие случаи? Я знаю, да, несколько раз. Люди звонят просто, ну как мы не знали, а как же так? Это же не то, что они там продали машину, дом. Ну, к слову, я тоже слышала несколько таких историй. Это эти люди на пропитание что-то продали, что у них лежало там в шкатулочке. Ну, вот вам и субсидии. Субсидиями, понятно, фраза, вы очень оживились, когда услышали фразу «я не плачу в ЖЭК». Можно ли не платить в ЖЭК? Ну, все-таки хотелось бы разделить. Я всегда с уверенностью говорю, что в нашем городе конкретно есть ЖКСы совсем ужасные, а есть все-таки, которые более-менее каких-то правил придерживаются и поддерживают жилой фонд в нормальном состоянии. Такие есть такие? Да. Я считаю, что это ЖКС Черноморский более-менее в Киевском районе и северный на поселке Котовск. Но сразу хочу сказать, что жилой фонд, естественно, там гораздо в лучшем состоянии. Он свежее, и поддерживать его легче. Но все равно... Приморский район – это вообще горе, будем говорить, по состоянию жилого фонда. Да. И поэтому, когда мы находимся в ЖКСе и разбираем какую-то ситуацию, а Виктор Страшный говорит нам, а вот же задолженность. И когда все люди, которые пришли добиваться какого-то ремонта, говорят, так вы же ничего не делали 50 лет. Ну, 25 лет с момента Советского Союза, хорошо. Там думается, что и до этого особо никто ничего не делал. Ничего не происходило. И предъявлять людям претензию, что они не платят, ничего не делают. На мой взгляд, как минимум нелепо. Так можно ли будет не платить? Ну, я все-таки хотел бы сказать пару слов в пользу создания ОСМД. Хотел бы еще сказать, что на рынке будут появляться, я думаю, серьезные управляющие компании, которые могут... То есть конкуренция все-таки спровоцирует улучшение качества? К сожалению, сейчас в преддверии того, что ЖЭКи должны были перестать существовать, появилось очень много мошенников, которые начали забирать под себя дома, агитировать. Люди были там... Поэтому люди и боятся создавать ОСМД. Люди боятся. Поэтому я и говорю, что то, что чуть-чуть продлили срок, может быть, с одной стороны, это хорошо, потому что даст время людям разобраться в ситуации с управляющими компаниями. Управляющие компании не будут выкручивать руки, они будут совершенно по-другому себя вести, в случае, если человек не может позволить себе заплатить. А как сейчас ведут себя управляющие компании, которые остаются после строительства новостроев? Ну, смотря какой новострой. Если это новострой достаточно высокого уровня, там действительно совершенно другие тарифы. Не говорю по всем, конечно, но очень много случаев, когда люди, купив себе жилье, не могут избавиться от управляющей компании, которая осталась от застройщика, и качество обслуживания, и тарифы завышены, и, к сожалению, их не удовлетворяют. Но, кстати, в защиту подобной системы, хочу сказать, что в развитых странах, там Америка, Канада, управляющие компании в кандеминиумах настолько сильны, что если вы покупаете вторичное жилье, в том случае, если там уже была управляющая компания, она принимает решение, продавать вам эту квартиру или не продавать. Она может витировать вашу покупку, если вы не докажете свою способность оплачивать. Это тоже правда. К чему мы стремимся? Та модель хорошо работает, но мы не можем ее позволить себе здесь? Ну, к сожалению, у нас, вы знаете, что менталитет играет большую роль. У нас люди привыкли, к сожалению, очень многие люди все еще помнят, как было при Советском Союзе. Так какую ситуацию нужно ломать? Чтобы за них все решали. Да. Поэтому, вы говорите, в той стране, в других странах уже перестроились. Не то, чтобы решали, а люди хотят чувствовать себя более защищенными, чтобы кто-то мог их защитить. В том случае защиты не будет. За них все-таки решали. Именно поэтому очень часто на собраниях ОСМД звучит фраза «Зачем оно нам надо, если у нас есть ЖЭКи?» За них решали и тариф, чтобы не повышали. Безусловно. Ваш прогноз, Алексей, буквально последний вопрос. С повышением тарифов не может ли произойти ситуация, когда люди просто перестанут платить? Потому что они не могут. Наступит леколапс. Это очень реальная ситуация, что люди перестанут платить даже не то, что обдуманно. Просто не смогут. Просто на еду, на лекарства не хватает. То есть, возможно ли коллапс системы ЖКХ? Система ЖКХ, на мой взгляд, это вообще умирающее чудовище, которое на свалку надо выкинуть и все. И не то же, это закопать. Оно вылазит. Оно закапывает, оно вылазит. Я имел в виду другое. Если ее перестанут платить, возможно ли коллапс в подаче воды, электроэнергии, газа? Я думаю, что этого не должны допустить городские власти. В первую очередь, за людей должны думать они. Они сами с такими зарплатами и с такими пенсиями, к сожалению, справиться с этой проблемой не смогут. Нужна поддержка. Насколько они будут поддерживать городские власти, я думаю, что мы в ближайшее время увидим. Алексей, я благодарю вас за то, что вы нашли возможность прийти к нам сегодня в этот праздничный день. С не очень праздничной темой уж, извините. Я напоминаю, что с нами был наш коллега, журналист Алексей Асауленко. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. После продолжим работу вечера на Думской. Оставайтесь с нами, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин